Братья и сестры, я долго не займу вашего внимания. Я хочу прочитать несколько стихов, они очень короткие, и несколько мест из Священного Писания, и немножко с вами порассуждаем. У кого из вас есть Библия, откройте послание апостола Павла к Ефесянам, 5 глава, 1 стих. Здесь сказано так. Итак, подражайте Богу, как чадо возлюбленные. Слава Богу! Итак, друзья мои, говорит апостол Павел, подражайте Богу, как его дети, как возлюбленные чадо. Дорогой Божий народ, давайте каждый себе я и вы дайте себе ответ, сами своему сердцу, кому сегодня я и вы подражаете. Наверное, братья и сестры, вы не раз наблюдали в вашей жизни. Вот у вас есть дети, да, они вырастают. Как ходит отец, какая у него походка, так старается сын его подражать отцу, правда? Так как он говорит, так хочет сын подражать, так как отец одевается, так хочет сын его одеться. Друзья мои дорогие, то же самое делают дочери, смотря на своих матерей. Братья и сестры, хорошо подражать доброму, хорошо подражать тому, кто правильно ходит, кто правильно говорит, кто правильно действует или поступает в жизни своей. И апостол Павел, говоря друзьям у Ефесской церкви, вот такие слова, сказал, что подражайте Богу, как чадо возлюбленные. Братья и сестры, сегодня молодое поколение, Браславик передо мной говорил, подражают очень многому в этом мире. Да не только молодое поколение, друзья, многие люди, многие христиане имеют каких-то своих героев, какие-то фильмы смотрят, и там какие-то говорят, крутые ребята, вот я хочу быть таким, и я хочу подражать ему, хочу быть сильным, хочу быть накачанным и так далее, и так далее. Друзья мои дорогие, все это пройдет, и джим не поможет, кто туда ходит, и другие занятия не помогут, и то, что вы каким-то артистам будете подражать, певцам или музыкантам, друзья, играют, там все у них, весь-весь ходит, весь. И люди стараются так тоже делать. Братья и сестры, но дети Божьи должны подражать Иисусу Христу. Слава Богу! Друзья мои дорогие, это самое ценное и дорогое. Так как жил Божий Сын, как Он молился, подражайте Его молитвам. Как Он проповедовал, подражайте Его проповеди. Как Он творил чудеса и знамения. Братья и сестры, подражайте и смотрите, что делал Божий Сын. И давайте будем стараться делать мы с вами то же самое, дорогая церковь. Мы можем смотреть на людей, и на хороших людей, и видеть в них что-то доброе, и хочется подражать, когда отец утром поднялся от сна, взял Библию, пригласил в свою семью, и все сидят и слушают, а глава семейства читает Божье Слово. У него на глазах слезы, потому что читает живое Слово, а дети слушают, слушает жена. Братья и сестры, оно очень сильно работает в тех семьях, где так поступают. Прочитал отец Слово, преклонили все колени, и все дружно молятся Богу. Сын и дочь смотрят на своих родителей, как они молятся, что они говорят. Дети пытаются те же самые слова выразить так же. У кого им учиться, братья и сестры, как у них своих родителей? Помоги нам, Господь, быть хорошим примером, быть хорошим образцом, чтобы наше наследие, видя в нас Иисуса Христа, братья и сестры, могли нам подражать. Слава Богу! Я читаю, друзья мои, еще одно место из Священного Писания. Это сказано 4 глава 1 послания Коринфянам, 16 стих. «Посему умоляю вас, подражайте мне, как я Христу». Братья и сестры, это сказал апостол Павел. Но, друзья мои, Павел не всегда был таким, что мог сказать, «Подражайте мне, как я Христу». Вы помните то время, когда побивали камнями Стефана? Написано, что он одежды стерег и одобрял убиение этого святого Божьего человека. А потом, друзья мои, получил письма от первосвященников, шел в другие города и там искал христиан, Божьих детей, приводил в Иерусалим, издевался, бил, может быть и убивал, друзья, не знаем. Но Божье Слово говорит, что он делал много, много горя и бед Божьему народу. Но когда Иисус встретил на пути его, братья и сестры, этот апостол Павел, бывший Савил, преобразился, слава Богу. Он, друзья мои, понял, что он неправильно шел. Он шел неправильной дорогой, хотя он говорит, что «я был более сведущ всех своих сверстников». «Учился у ног самого мудрого человека в Израиле, учителя Гамалиила. Многое выполнял, братья и сестры, и в своем роде, в своем действовании был непорочен». Но, друзья мои, говорит, «я гнал Божью Церковь по неведенье». Но когда узнал, что это Божьи дети, когда Господь Иисус открылся ему, он, братья и сестры, начал подражать Богу. Слава Господу! Он много потрудился, он говорит, «я более всех их потрудился». Тут же делает как бы ударение. «Впрочем, не я, но благодать Божия, которая со мною». Слава Богу! Дорогие братья и сестры, таким мужьям хочется подражать в нашей жизни. Смотрите, друзья, и читаю еще одно слово из Священного Писания. Это будет первое послание Коринфянам. Извиняюсь, я только прочитал уже. Следующее. Евреям, друзья мои, 13 глава, 7 стих, сказано такие слова. «Поминайте наставников ваших, которые проповедовали вам Слово Божие, и, взирая на кончину их жизни, подражайте вере их». Слава Богу! Братья и сестры, жили люди на этой земле, первые христиане. Я не один раз в церкви, там, где тружусь, говорил, братья и сестры, как-то мы сегодня себя так настроили, что мы не должны страдать, у нас не должно быть никаких гонений, у нас должно быть все хорошо. Но я говорю, друзья, народ Божий, скажите, чем мы лучше сегодня первоапостольской церкви, что они так страдали, друзья дорогие? Скажите, чем лучше я или вы тех мужей и жен, которых на крестах распинали, которые, как факлы, горели там в Нероновских этих садах, братья и сестры, тех мужей и жен и детей, которые в амфитеатрах звери терзали, братья и сестры, скажите, чем мы лучше сегодня тех людей, которые за имя Иисуса не отреклись, но шли на смерть, прославляя великого Бога. Таким людям сегодня церковь последнего времени должна подражать, братья и сестры, не так ли, скажите? Я не раз, друзья мои, говорил тот стих, и у вас, помню, в церкви говорил, там есть такие слова, кратенькие скажу, «Истина Божья миром гонима, гнали ее императоры Рыма, звери ее на аренах терзали, сильные мира ее проклинали, звери терзали, костры пламенели, в муках, в страданиях, верные Господу не ослабели». Слава Богу! Братья и сестры, подражайте таким людям, не подражайте этому миру, потому что мир погибнет, и все, что в этом мире, но церковь Иисуса Христа исполнена Духом Святым, и добрых плодов своей жизни будет взята от этой земли. Там наше жилище, друзья мои дорогие, там в небесах Бог для меня и для вас определил место, слава Богу! Не променяйте его на какую-то временную, друзья мои, похлебку этого мира, на то, что не насыщает, на то, что жизни не дает, на то, что красиво, друзья мои, может быть в глазах, как когда-то Еве показалось, что с этого дерева плод самый красивый, самый лучший, и тут на ухо шепчут и говорят, возьми, вкуси, будешь как Бог. Братья и сестры, мир сегодня многое предлагает, но Павел говорит, говорит, друзья мои, христианская история, говорит Божье Слово, подражайте Богу, как чадо возлюбленные, и Павел осмелился, друзья, сказать, подражайте мне, как я Христу, слава Богу. Друзья мои, дорогие, смотрите, что еще могу сегодня прочитать вместе с вами, кому стоит подражать сегодня. 32 стих и ниже 11 глава послания апостола Павла евреям. Что еще скажу? Не достает мне времени, чтобы повествовать о Гедеоне, о Вараке, Самсоне, Иефае, о Давиде, Самуиле и других пророках, которые верою побеждали царство, творили правду, получали обетования, заграждали уста львов, угошали силу огня, избегали острия меча, укреплялись от немощи, были крепки на войне, прогоняли полки чужих, жены получали умерших своих воскресшими, иные же замучены были, не приняв освобождения, дабы получить лучшее воскресенье. Слава Богу! Другие испытали поругания, побои, а также узы и темницу, были побиваемы камнями, перепиливаемы, подвергаемы пытке, умирали от меча, скитались в милотях и козьих кожах, терпя недостатки, скорби, озлобления, те, которых весь мир не был достоин, скитались по пустыням и горам, по пещерам и ущельям земли, и все сии, засвидетельствованные в вере, не получили обещанного, потому что Бог предусмотрел, а нас нет что лучшее, дабы они не без нас достигли совершенства. Братья и сестры, я всегда говорю и вам сегодня скажу, заходите почаще, братья и сестры, в эту галерею славы, Божьих мужей, которые жизнь свою посвятили Богу, отдали на алтар страданий и мучений, и этим, друзья мои, они прославили Бога. Кто-то, может быть, сегодня скажет, ну, хорошо, хорошо ж, когда ты не болеешь, когда ты здоровый, когда у тебя все хорошо, все ладится. Братья и сестры, поймите, когда человеку очень хорошо, человек расслабляется, он не имеет нужды искать Бога, но когда приходят трудности или испытания в жизнь человека, тогда он знает, кому обратиться, братья и сестры. Многие говорят, ну, вот даже на это место, которое я прочитал, ну, и что здесь? Это уже были дети Божьи, почему Бог их не освободил, почему они так тяжко умирали, были перепиливаемы пилами. Друзья мои, представьте себе, история говорит, что сын Езекий Монасия перепилил Исаию, пророка сына Амосова, пилою, братья и сестры, который ему говорил слово от Господа, но он не слушал его. Друзья мои, хочу вам сказать, это все герои веры, и мы на них должны равняться, мы должны таким людям подражать, братья и сестры. Скажите не так, кому же сегодня подражать, как не тем, кто побеждает этот мир? Слава Богу! Друзья мои дорогие, сестра или брат в болезни лежит, тяжело страдает, приходят люди, посещают, и кто увидит, плачет, ну, почему так мучается человек? Братья и сестры, не забывайте, такие люди, которые не ропщут на свою судьбу, которые страдают, несут лишения, гонения, болезни, трудности, и не ропщут пред Богом, но славят Бога за это, это герои веры. Такими людьми Бог прославляется, братья и сестры. Представьте себе ту картину, когда дьявол говорит Богу, посмотри на Иова, ты его оградил, все у него есть, ни в чем нет нужды, но отними все это, прославит ли он тебя. Братья и сестры, сам дьявол убедился, что Иов был Божий муж, и не поколебался в вере, слава Богу, и в конце концов сказал, Бог дал, Бог взял, да будет имя Господне, благословену, слава Богу. Друзья, не забывайте, что дьявол клевещет, клевещет на Божий народ. И если я и вы делаем доброе, братья и сестры, прославляется небо, но если я или вы согрешаем, тут же мгновенно, клеветник, говорит Богу и показывает на его сына, или дочь, смотри Иисус, это твой сын, это твоя дочь, смотри, что они делают. Братья и сестры, он говорит, и если он прав, что мы неправильно поступаем, то горе нам, братья и сестры. Но когда Иисус показывает ему, посмотри на ту вдову, на того сироту, они ничего не имеют, но они от меня не отрекаются, они меня благодарят день и ночь, они в вуках умирают, не отрекаются от Иисуса, от своего спасителя. Что ты о этих людях скажешь? Братья и сестры, Иисус закрывает ему уста, у него нечего сказать, потому что дети Божьи достойны великого и вечного Бога. Слава Господу! Итак, друзья, когда приходит в вашу жизнь скор, или теснота, или болезнь, или какое-то горе, и если вы чувствуете, что это за какой-то грех, или за какое-то беззаконие, то надо каяться, надо приходить к Богу в раскаянии, в исповедании, для того, чтобы Бог помиловал. Но если вы видите в своей жизни, что вы служите Богу, и многие трудности вам встречаются, братья и сестры, не ропщите на свою судьбу. Я приведу вам один пример. Вчера братьям рассказывал, недавно у нас было молодежное служение, и пришла одна молодая девочка, ей 15 лет, подросток, на покаяние. братья пригласили, она вышла наперед, я подошел к ней и спрашиваю, скажи, что у тебя, какая проблема, почему ты вышла сюда, что ты хочешь, что Бог тебе дал, или может тебе надо поисповедоваться, она говорит, да. Ну, я пошел с ней, вышел из здания, то есть из зала, зашли в братскую комнату, и спрашиваю, расскажи, какая у тебя проблема? Братья и сестры, я хочу сегодня, чтобы вы меня поняли, чтобы поняла молодежь, смотрите, что она говорит, я слышу голос постоянно, когда только посмотрю в зеркало на свое лицо, и слышу голос, ты самая ужасная, ты самая некрасивая, ты самая гадкая, многое другое. И говорит мне голос, покончи с собой, зачем тебе такой уродливой быть между людьми? Братья и сестры, вы представляете, что сегодня делает сатана? А почему, братья и сестры? Потому что кто-то в молодежи и в молодых семьях может сказать, да посмотри на себя, какая ты, или на себя ты, посмотри, какой ты. И кто-то подхватил вот эту нотку и начинает унижать человека. Братья и сестры, этот человек в печали своего сердца смотрит в зеркало, правда ли он такой, как говорят его братья и сестры, друзья его, или это неправда? А сатана тут как тут, да, ты ужасный, да, ты некрасивый, ты некрасивая, покончи, зачем тебе жить так? Себя все смеются. Молодежь дорогая, дорогие братья и сестры, никогда, никого не унижайте и не скажите вашими устами, потому что я вначале говорил, наши слова это ключи, братья и сестры. Мы можем сказать укоризненное слово или нехорошее. посмотри, посмотри, какой ты, какой у тебя нос, какие у тебя уши, ты некрасивая или некрасивая, что, куда ты типа идешь, что ты делаешь, посмотри на себя. И вот этими словами мы посадили человека в темницу, друзья, мы нашими словами закрыли его, и он томится там и думает, а сатана на мысли работает, да, ты ужасный, да, ты плохая. И вот она говорит, что вот я это слышу постоянно, и я хочу освободиться. Братья и сестры, когда я это услышал, я не Бог быть равнодушным, смотрю на нее, красивая девчонка, слава Богу, все у ней Бог дал красивое. Я говорю, дорогая моя, смотри, Бог тебе дал и лицо красивое, и красивый твой стан, ты красивая, нет, я ужасная. Не говори так. Когда, братья и сестры, мы не соглашаемся, какие мы, то мы бунтуем против Бога. Ведь не я, не вы, а Он дал, нам рост дал, нам лицо дал, нам походку дал, все дал Бог, друзья мои, говорит Давид в 138-м псалме. Славлю тебя, потому что я дивно устроен, дивны дела твои, и душа моя вполне сознает это. Не сокрыты были от тебя кости мои, когда я созидаем был в тайне, образуем был во глубине утробы. Зародыш твой видели очи мои в твоей книге. Записаны все дни, для меня назначенные, когда ни одного из них еще не было. Слава Богу! Братья и сестры, меня и вас, Господь в чреве наших матерей созидал, и таких, каких Он нам, друзья, дал наш образ, мы пред Богом, и должны благодарить Его. Поэтому, народ Божий, не делайте никому зла. Если Бог дал нам красивое лицо, красивый стан, не гордитесь. И если вы у кого-то увидите не такой, как вы, братья и сестры, подержите, подскажите, ты хороший, ты хорошая, ты красивый, ты красивая, все у тебя правильно, все нормально. Поддержите человека, скажите вот это доброе слово, и откройте ту темницу, кто-то, может быть, посадил их туда словом своим, укоризненным, и отпустите их на свободу, чтобы эти люди радовались. И когда, братья и сестры, мы со слезами, я и эта сестричка, молились о Богу, братья и сестры, она начала ликовать, подняла руки, начала благодарить Бога, Господи, я благодарю Тебя, что Ты меня красивую создал, что я хорошая, я добрая, отступи, дьявол, больше не прикасайся к ней. Она сегодня пришла в церкву, играет на клавишах, хорошо играет, друзья, поет прекрасное дитё. Братья и сестры, держите наши уста, для того, чтобы не сказать злого и недоброго слова, кого-то, чем-то, или словом сам не огорчить, или не посадить в темницу. Пусть Господь нас сегодня, братья и сестры, всех благословит, а я последнее слово прочитаю, и мы будем молиться, друзья мои. Такие слова говорит Давид, братья и сестры, в этом же 138-м псалме, два последних стиха, 23 и 24. Испытай меня, Боже, и узнай сердце моё, испытай меня, и узнай помышления мои, и зри, не на опасном ли я пути, и направь меня на путь вечный. Слава Богу, дорогая церковь, да поможет нам Господь подражать, друзья мои, людям Библии, которые любили Бога. Подражайте Иосифу, который, братья и сестры, был в другой стране, как раб, но он боялся Бога. Жена Патифара к нему приставала, иди ложись со мной, чтобы он согрешил. Но он, братья и сестры, как я сделаю это зло? Мне Господин мой поручил всё в этом доме, кроме тебя, потому что ты его жена. Как я сделаю это зло пред Богом? Братья и сестры, если я и вы настроим себя на такую волну, как Иосиф, так пристало, ухватилося, иди ложись. Братья и сестры, вырвался, оставил одежду, убежал, попал в темницу, братья и сестры, не заслужено. Но это образец. Такому мужу можно подражать молодёжи, подражать детям Божьим, братья и сестры, слава Богу. И я многих считал, заходите в эту 11 главу, братья и сестры, это чертог веры, там эти герои, прочитайте о них, ни один, ни два, много раз, и вы увидите, что они были правы пред Богом, они были достойны, но они страдали, они мучились, они умирали, и говорит Боже Слово, чтобы они не без нас достигли совершенства. Тебя и меня любит Бог, слава Господу, и да поможет Он нам, дорогая церковь, жить так, чтобы наши дети подражали нам, чтобы наши внуки и подражали нам, чтобы мы подражали Богу, как чадо возлюбленные. Да благословит нас в этом Господь и поможет нам. Братья и сестры, мы сейчас будем молиться, и так с братьями беседовали, может быть, кто-то есть, такие люди, которые желают сегодня покаяться, выйти наперед, или вы имеете недуги во плоти, чтобы братья за вас помолились о Богу с Илея помазанием, или у вас нет духовных сил, или кто-то вас ранил, или кто-то вас слом, темницу посадил, и вы хотите свободы. Во время молитвы вы можете наперед, пусть Бог вас благословит и совершит все своей рукою во славу Нему и всем нам на радость и благословение. Аминь.